привет 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 всем друзья с вами я михаил шилов в своем проекте подкасты за рулем еду я с тренировочи сейчас вот преодолею барьерчик шлагбаум и начнем мы с вами беседу о тайных знаниях ортодоксальных и традиционных школ бывых искусств немыслимые знания которые дают великие там учителя апологеты силий которые они получили самознание этих от супер-пупер своих учителей а те от своих и все это восходит к таким аналом как вероятно нендерцальцы австралопитеки все они были еще раньше они были самыми ортодоксальными носителями первейших боевых систем с тех самых со времен когда какой-то первобытный кроманьонец там взял палку в руки и ударил другого по башке и вот с тех пор появились тайные знания и все эти знания передавались от отца к сыну от одного там учителя сам к другому ученику и вот они-то как раз за семью печатями передаются только наследнику школы по строжайшим секретом ну конечно понимаете что это стёб с моей стороны то есть опыт от вполне закономерный и скажу я сейчас самую основную и важную и синтенцию любые эзотерические там учения и школы это не обладание какими-то особенными знаниями отсутствие знаний элементарных запомните это раз и навсегда это только так и никак иначе на что я значит опираюсь за выкладках в этих да очень простых вещах все очень просто не могли наши величайшие предки которые все этом все знали в кавычках разумеется знать то чего знаем сейчас мы потому что уровень знаний тогда уровень способ способы получения знаний были на гораздо низшим уровне чем находится сейчас и поэтому все это обоснование там эзотерического характера они опираются на умозрительные какие-то свои представления и на какие-то выдуманные вымышленные теории которые в те времена могли хоть как-то значит объяснить ну какие-то события какие-то взаимосвязи и так далее сейчас же обладая знаниями по физиологии анатомии человека по медицине спортивной медицине глупо и кощунственно опираться на какие-то измышления древних ортодоксов которые значит оперируют какими-то понятиями которые вообще рождаются из абстракций полных из абстракций то есть термины процессы скажем так описываются в какой-то понятийной векторной системе которую они приемлю только в между собой чеки это все фигня и даже если что-то заработает и они это объясняют что это работает вот потому-то потому-то это не за не за того что и это работает на самом деле какие-то вещи это не за того что они обладают какими-то знаниями просто не обладала обладают отсутствием знаний элементарных то есть элементарных знаний по физиологии с помощью которых можно объяснить все этом эти процессы процессы постановки предположим очень сильного удара сами процессы там раба с происходящие при работе по различным триггерным зонам и по триггерным точкам ведь это все объясняется банально с точки зрения анатомии и физиологии человека надо притягивать за уши какие-то непонятные измышления это очень удобно на самом деле да сам считать себя избранным примкнуть какой-то там группе людей которые ходят в белых самих халатах на тренировки вот подвязываются кушаками там разными ребят я это стёб как же понимаете я сам занимаюсь карате очень долгие годы и сам хожу на тренировки в кимоно и подвязываю пояс обе вот то есть все понятно но они то именно халаты пояс потому что понимаете все так эзотерическое она только так может быть там уже доги кимоно ни при чем там уже халаты начинаются вот они совершают какие-то непонятные ритуалы фактически это вариант некой религии если у них в рамках этой религии в клубе по интересам что-то работает и они готовы это начнут объяснять какими-то неведомыми как обоснованиями то это ради бога предположим каким-то сектанты там апологеты древнегреческих верований мифов могут обосновываться ноги до сих пор что молнии это потому что зевс метнул молнию да вот гром и молния это зевс там да понятно но это не из-за того что они обладают какими-то особенными знаниями нет у них просто нет знаний элементарных в это природе вещей а натуралистики как таковой а природе как таковой элементарных знаний вот и здесь тоже сам абсолютно но конечно очень хочется чтобы чувствовать себя вот таким вот особенным особенно когда час люди занимаются ммэй занимаются кикбоксингом боксом такими прикладными боевыми системами которые для того чтобы достичь успеха требуют реальной колоссальной работы разнонаправленной и на выносливость и на функционал и на силу и вообще на все на что только можно а здесь можно какой-нибудь аспект только взять конечно можно с какими-то немыслимыми самки снарядами по типу конга кена который блин не знаю из каменного века пришел к нам и с какими-то тясями гантелями непонятными не возвращаться и гай так вот делали наши предки блин предки делали это от от безысходки потому что них нихера другого не было вообще он брал оглоблю какой-нибудь или хомут и занимался с ним потому что у него он во дворе валялся а в наш век когда мы можем заниматься использовать для тренировки лучшие снаряды лучшие методики и лучшие вещи это просто это пипец в это надо быть отсталым до чтобы вот в это все этом конкретно верить и пытаться и вине и как успокаивать себя тем что мы занимаемся прямо реальным каким-то делом то что вот мы действительно там делаем великие вещи мы соприкоснулись с чем-то таким прямо колоссально там эзотерически клёвым там вот это 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 не доступно другим и доступно только нам и только наш учитель самый учительский там учитель в мире потому что ему эти знания достались этого учителя знаете копнем дальше а его блин учитель вообще не обладал никакими знаниями он был окинавским киты христианином блин я не знаю кем-то еще или был ладно там это самураем да каким-то может быть в лучшем случае самураевым хочу сказать это очень на самом деле очень сильно возносят эту тему самурайскую что они были там с дворянами и все такое прочее что они там перед самсэпоку писали стихи там и все такое прочее абсолютное большинство из них было абсолютно безграмотными тупыми людьми которые умели только махать мечами и больше ничего это они махали мечами в исключительно прикладном направлении то есть они умели на мечах сам драться но не потому что обладали тайными самознаниями боя на мечах потому что у них были мечи и они ими дрались вот и все чем больше чем у них это лучше получалось конечно были какие-то приемы боя какие-то субури там что-то еще конечно были какие-то ритуалы но вот все это так это возносится все так идеализируется а что касается каратэ то тут идеализировать вообще нечего это кулачный бой окинавских крестьян ребята какие знания были окинавских крестьян или давайте мы будем говорить тогда по-другому давайте переврем всю теорию до притянем за уши что никогда крестьяне не владели в окинаве сами приемами боя рукопашного и не они развили каратэ а сделали это какие-то мастера которые из китая это санки перебрали можно столько навыдумывать всего чтобы подогнать под какие-то рамки и все это все равно будет это все не так все это будет не так то каратэ которое было тогда это каратэ который есть сейчас то две разные вещи да тогда каратэ имела прикладную направленность безусловно иногда от владения рукопашным боем зависела жизнь но это вовсе не значит что те люди которые тогда самогидрались умели драться лучше понимаете если в первобытном обществе когда человек только научился держать палку в руках и сделал первый каменный топор от умения бить этим каменным топором у него зависела жизнь вовсе не значит что он так умел так обращаться с этим каменным топором просто немыслимо и виртуозно крутил восьмерки умел просто виртуозно бить им нанося по 100 ударов за минуту там и все такое прочее да нет конечно ни хера он этим топором делать не умел хотят от этого тогда зависела как так от удара этим топором жизнь в большей степени чем сейчас но сейчас любой мастер исторического фехтования фехтует на мечах лучше скорее всего чем какой-то первый человек который сделал первые подобие меча давным-давно хотят этого зависела жизнь того человека от этого меча зависела а у мастера исторического фехтования жизнь не зависит от это понимаете вот так вот и первобытный человек предположим не мог прыгать в длину 7 метров и уж тем более 8 хотя от этого зачастую зависела его жизнь а современный спортсмен может 6 метров так вообще как нефиг делать прыгает нас дети прыгают ну так как он спортом занимается серьезно разумеется понимаете поэтому не надо говорить что наши предки что-то там они могли чем-нибудь умели и кто хочет уподобляться им тот уподобляется на битяном внутри а ну да именно так и первобытным людям вот только так это может ведь и нашим нашим предкам нашим учителям которые были значит основателями каких-то стилей было бы стыдно если бы сейчас наше время столетия спустя ну и десятилетия скажем так мы в лучшем случае находились бы на том же уровне на котором находились они говорили что мы наконец-то постигли то что знали наши учителя и мы достигли их уровня блин достигнуть тех уровня это деградировать до состояния блин каменного века ну каменного это кавычках разумеется понимаете это можно достигать уровня не поднимаясь вверх а скатываясь по наклонный вниз в жопу скатываясь абсолютно понимаете нет я готов вы можете написать что-нибудь я с удовольствием сейчас это поспорю или не поспорю может быть с чем-то соглашусь но с ортодоксами это бесполезно спорте они живут за мне пробитые то есть я их точку зрения в принципе тоже не приму по одной простой причине потому что я прекрасно вижу и понимаю и знаю и и искать так этих людей и знаю что они не достигли никаких успехов абсолютно в том же зачем чем они но тортодоксаль не тем они чем они больше обладают тайными знаниями тем они бестолковее в том же самом реальном спорте они конечно так обосновывают это что они владеют тайными техниками которыми они в спорте не могут и воспользоваться вот если бы до реальной бы это событие бы дошло вот они бы тогда бы да они бы тогда показали бы блин да всем а в спорте не там она нет но никак не получится да я хочу сказать и и в жизни то они пиздюлей выхватывают только на раз даже надо и это за спортом далеко ходить не надо надо просто обратиться к жизни знаю таких людей тоже видел но не помогает им это чем чем эзотеричнее сам знание тем хуже а вот наоборот и спортом занимается и кто участвует в соревнованиях дерется сейчас они и на улице отлично стоят за себя вообще прекрасно особенно в открытом противостоянии я скажу что такое есть открытое противостояние открытое противостояние это когда оба противника к бою готовы то есть когда оба знают что драка уже началась они уже что называется находятся на дистанции друг от друга находятся в стойке то есть каждый готов и не получится применить какой-нибудь коварный удар ну то из-под тяжка вот если можно применить удар из-под тяжка какой-то коварный вот тогда есть шансы у этих ортодокс предположим у них есть какая техника которую они нормально натренировали поставили и по неподвижному противнику из-под тяжка они могут там нанести сильный сокрушительный удар и повергнуть противника и дальше его добить но в открытом противостоянии шансы практически равны нулю да не практически нулю они равны вот и все если только не поможет какие-то другие вещи такие как большие габариты вот большая физическая сила природная или так обладание общими бойцовскими практиками они какими-то специальными и ортодоксальными когда доходит суда дело я хочу сказать вам никогда вы не различите на улице бойца там окинавского годжурю и какого-нибудь с человека который прозанимался тайским боксом один год практически вы не различите никак если только они не начнут со стойки специфической для данного вида и это не того что как они только начнут друг друга бить разница сразу же потеряется потому что бить они будут друг друга одними и теми же приемом совершенно вы не у и вы не поймете раз если а если этом бойцы каратэ там разных направлений то и вообще вы не увидите разницы никак а если это бойцы современных каких-то боевых систем это я уж так с просто чтобы вообще понятно было то есть армейский рукопашный бой койски каратэ вообще разницы не поймете а почему да потому что на самом деле любые эзотерические знания и любые тайные знания они притянуты за уши а что нельзя притянуть за уши так это анатомию физиологию человека вот она какая есть такая есть и поэтому когда доходит до реального дела то все рычаги работают у человека одинаково и поэтому если бьет он ударцем и прямой ногой то он его бьет прямой удар ногой прямой удар рукой прямой удар рукой есть конечно специфические особенности и мы можем то человек опытный который тренируется долго он различит особенности там удара прямого из бокса и удара прямого из маши турю многое когда начинается обмен и мохач так называемый на улице там это соглаживается до безобразия все это проявляется особенности стилей в рафинированных самотепличных условиях лучше всего именно поэтому смотри почему проигрывают арта там ортодоксальные бойцы то есть потому что варясь в рамках своего собственного стиля сквозь ась в своем собственном сокусом закисая они все техники тренируют друг с другом и сам стиль сама школа подразумевает определенные траектории определенную манеру определенный тайминг определенный подход стратегию и тактику боя и поэтому с друг дружкой у них получается все неплохо но когда приходит неудобный для них сами боец из другого направления то куда бы все и делось а тот со всеми дрался вот у нас другого направления он дрался и в тайском боксе и в кикбоксинге в куда поучаствовал и в кафе подрался и в боксе подрался там не знаю в кикбоксинге еще в чем-нибудь его видит узк удивить очень сложно чем-нибудь практически невозможно ничем и а вот он удивить очень даже запросто может легко просто необычностью собственных действий понимаете это вот в принципе то же самое что произошло ну здесь конечно немножечко другое ладно все ребята закончил я разговор я думаю что вы тем более салют